В этом году Елизавета II попрощалась с мужем, принцем Филиппом, который умер на сотом году жизни. Месяцем ранее любимый внук принц Гарри нанес удар, высказавшись своей жизни в Лондоне в скандальном интервью Опре Уинфри. Несмотря на все сложности, королева продолжает активно работать и старается преуспевать. Недавно Ее Величество отдыхало в своем шотландском замке Балморал. Бывший королевский дворецкий Гранд Харалд отметил, что несмотря на все проблемы Елизавета, сохранила свое чувство юмора. Напомним, в следующем году Елизавета II отметит 70-летие своего правления Великобританией. Грандиозные празднования намечены на начало июня. Сасекские и их частная жизнь – это просто отдельная целая история, которая по количеству страниц переплюнула бы все три тома «Властелина колец». То за ними вездесущие папарацци ходят и фото Арчи делают, то в машине заснимут. Ну, никакого спокойствия. А тут еще все семейство намылилось в Британию, дабы познакомить дочь с прабабушкой. Конечно, как же иначе. Лилибет же все запомнит и будет потом своим внукам рассказывать, как в детстве встречалась с королевой. Но все эксперты в один голос заявляют, пара намеревается вернуться в Британию ради крещения дочери. Мало ли как жизнь повернется. Может, малышке уготована участь стать королевой? Шансы ничтожно малы, но вдруг. При этом королевский автор и комментатор Адам Хеликер уверен, Гарри и Меган не вернутся в Британию по такому случаю. Нет, пара может и приедет в страну, но без детей. Ведь в этом случае им придется нарушить собственные правила о вмешательстве в частную жизнь. Сейчас пара старается не появляться на людях и уж тем более не показывать своих детей. О существовании Лили никто не знает. Фотографий нет, упоминаний кроме слов пары тоже нет. Может, девочки вовсе не существует? И Сасекских вполне устраивает положение вещей. С какой целью это делается пока непонятно, но факт остается фактом. А в Британии к журналистам и папарацци-члены королевской семье относятся спокойно. Им нечего скрывать, поэтому никто не поднимает шум, если вдруг кого-то заснимут в неподобающем виде. А крещение детей – это довольно громкое событие, которое, ну, никак не обойдется без сотрудников прессы. На самом таинстве посторонних не будет, но вот поездку в церковь и гостей обязательно покажут. Гарри и Меган по какой-то причине боятся показать ребенка всему миру. Мы даже не можем с точностью сказать, существует ли вообще ребенок. К тому же пара давно не показывает своего сына. Арчи уже подрос и изменился, если судить по количеству времени, которое прошло после выставления последних фотографий, отметил эксперт. «Я уверен, что по такому поводу, как Кристины, пара не захочет приезжать. Точнее, не захочет Меган. Ведь всем известно, что это именно она противница выставлять частную жизнь на всеобщее обозрение», – заключил Хеликер. Аж стало интересно, что же такого с Лиле, что ее боятся показать. Даже если предположить, что Кристины все-таки состоятся, и папарацци сделают пару кадров, что такого все увидят. Ребенку несколько месяцев. Фотографировать ее лицо явно никто не будет. Так на руках у родителей только. Да и то понятно, что Меган сделает все, чтобы даже носа малышки не было видно. А вы как думаете, почему Меган может отказаться от поездки? Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Нью-Йорк, где посетили Всемирный торговый центр, восстановленный после событий 11 сентября 2001 года. Внутри супруги встретились с мэром Нью-Йорка Биллом Даблазио и его семьей, а также с губернатором Кэти Хакул. После герцог и герцогини осмотрели мемориал 11 сентября на месте разрушенных башен. Стоит отметить, что это первое совместное публичное появление Меган и Гарри после рождения их дочери Лилибет в июне этого года. В память о жертвах террористического акта супруги облачились в черное. И это стало поводом для нелицеприятных шуток в социальных сетях. Маркл для публичного выхода пальто, плотную водолазку и широкие брюки. И, мягко говоря, оделась она не по сезону. В Нью-Йорке сейчас плюс 26 градусов по Цельсию и высокая влажность. Она когда-нибудь научится носить одежду, соответствующую случаю и погоде. В городе жаркий день, а на ней высокий воротник и пальто, едко заметил один из комментаторов. В Нью-Йорке 80% влажности. Почему она носит это тяжелое черное пальто? Согласился другой. Она такая нелепая. Пожалуйста, проверите прогноз, добавил третий. Герцогиня Сасекская также не упустила возможности похвастаться своими дорогими украшениями. Самые внимательные поклонники заметили новое кольцо на мизинце Меган. По слухам, оно сделано знаменитым ювелиром Лорайн Шварц. Оценивается драгоценность в 45 тысяч фунтов стерлингов, около 4,5 миллионов рублей. Кольцо было подарено паре в знак признательности неким таинственным меценатам с Ближнего Востока. Скандальное интервью герцогов Сасекских, которое они дали телеведущей Опре Уинфри после отсоединения от королевской семьи, было номинировано на телепремию Эмми. Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно вошли в топ-100 самых влиятельных людей, оказались в центре внимания на церемонии вручения наград Эмми в минувшее воскресенье. Интервью герцогов Сасекских было номинировано в категории «Выдающийся документальный или специальный выпуск», но в результате стало предметом шуток. Как пишет The Mirror, ведущий церемонии Седрик Развлекатель отметил, что сериал «Корона», получивший массу номинаций и в итоге наград Эмми, просто меркнет по сравнению с настоящей монархией. Затем комик тонко высмеял жалобы Меган Маркл на то, что в королевской семье у нее спрашивали, насколько темной будет кожа ее сына Арчи. Меган должна винить этого мальчика, потому что он отказался от своего трона быстрее, чем Эдди Мерфи в поездке в Америку. Даже не верится, что они говорили о маленьком Арче. «Каким же темным будет этот ребенок?» Сказал Седрик. В фильме «Поездка в Америку» наследный принц африканского государства отправляется в Америку, где встречает свою вторую половинку, ради которой он готов отказаться от престола. Ред, он также сделал отсылку к тому, что сын Арчи, у которого нет королевского титула, пригодится королевской семье. Им нужен маленький Арчи. Чарльз не умеет танцевать. Кто еще научит его и Елизавету Вторую танцевать тик-ток? «Я так и вижу, малыш Арчи с королевой, давай, бабуля!» Разошелся Седрик. Последние несколько лет отец и мать герцогини Кембриджской не появлялись в ни одном крупном мероприятии с участием Виндзоров. Как оказалось, на то есть свои причины не самые приятные для родителей Кэтрин. Какое-то время Майкл и Кэрол Миддлтон находились в центре внимания Британии. Особенно это касается 2011 года и месяцев, предшествовавших свадьбе Уильяма и Кейт и следующих за ней. Фотографы запечатлели Читу Миддлтон на скачках в Аскоте, где они смеялись и улыбались в компании членов БКС. Также родителей герцогини Кембриджской пригласили на бриллиантовый юбилей Ее Величества в 2012-м. В первом случае они ехали в каретах вместе с Виндзорами, во втором – находились на борту Елизаветинского грибного парохода. Все это заставило нацию решить, что образцовые представители среднего класса окончательно стали частью королевской семьи. Однако к 2016 году пресса заметила, что Кэрол и Майкла давно не было на горизонте. Они не появлялись на скачках в Аскоте и на конном шоу в Виндзоре, мероприятиях, на которых можно увидеть даже самых заядлых домоседов из придворной среды. В 90-й день рождения королевы в соборе святого Павла родителей Кейт также не было. Это заставило фанатов БКС переполошиться. В том же году пару видели на Уинблдоне, но вскоре выяснилось, что Миддлтоны были гостями всеанглийского клуба, а не королевской семьи. Тогда же в прессу просочилась информация о том, что принц Чарльз, прежде приглашавший родственников Кэтрин поохотиться в своих угодьях и остановиться в его шотландской резиденции Биркхалл, более не делал подобных жестов. Создается впечатление, что, возможно, потребовалось увеличить дистанцию, отметил тогда один из придворных. По одной из версий, принц Уильский не мог смириться с тем, что кембриджские позволяют видеться Миддлтоном с внуками чаще, чем им с Камилой, читайте так же. По некоторым свидетельствам, герцогиня Корнуольская также была в обиде на Миддлтонов, из-за чего придумала им своеобразное прозвище, читайте так же. Кто-то счел, что следствием этого напряжения стало отдаление родителей герцогини Кембриджской от двора. Впрочем, одна из подруг Кэрол Миддлтон в разговоре со СМИ заявила, что решение отказаться от посещения Аскота исходило от самой пары. По ее словам, миссис Миддлтон чувствовала себя опустошенной из-за слухов о нанесенной Чарльзу обиде и решила, что им с Майклом лучше устраниться. Все, чего она хотела, это быть хорошей мамой и бабушкой, но точно не расстраивать кого-либо своими действиями, подчеркнула подруга Кэрол. Возможно, это затишье, их способ держаться на почтительном расстоянии.